Приветствую вас, Олег. Вы спрашиваете, что делать. Хотелось бы, конечно, для начала спросить у вас цель. То есть вы хотите что-то делать, чтобы что? Определите сперва, для начала, свою цель. Я хочу что-то делать, я хочу что-то предпринять, я хочу что-то сделать, чтобы что. Какая у меня цель? Потому что без цели ваши действия, скорее всего, будут достаточно негативными. Потому что, как бы, ну, скорее всего, вы сами испытаете разочарование определённое, вот. И ваша девушка, скорее всего, также испытает некое разочарование. Потому что, ну, вы не будете иметь какую-то, вот, знаете, твёрдую позицию в данной ситуации. Вот, поэтому для начала нужно определиться с тем, что вы хотите, что вам нужно. Или что вам нужно именно, вот, для себя в этой ситуации. Вот. Это первое, что необходимо сделать. Второе. Необходимо понять и принять вам сейчас тот факт, что у вас с девушкой на данный момент есть определённые проблемы. То есть, вот это то, что вам нужно признать. Признать, что у вас с девушкой сейчас есть определённый ряд проблем, которым вы, может быть, не готовы. с которыми вы, может быть, не знаете, что сейчас делать. Вам нужно признать этот факт, признать тот факт, что проблемы есть. То есть, вам нужно спросить себя, принимал ли я участие какое-то в проблемах, которые могут быть у меня с девушкой. И дальше то, что вам необходимо сделать, это, значит, спросить, опять же, себя, почему я, например, ну, пытался до неё дозвонить, до неё дозвонить. Допустим, как бы, момент здесь же он, на самом деле, вот такой, да. Зачем? Зачем? Я пытался дозвониться до своей девочки. Вот. Для чего я ей звонил, вот, с какой целью я ей звонил, что я хотел получить. От, ну, от звонка, например, и так далее, и так далее. То есть, это вот те первые вопросы, на которые вам необходимо ответить. Для себя. Хотя бы, хотя бы для себя. Значит, эм, с пьяным человеком, если она пьяна совсем сильно, вот. А с пьяным человеком делать, как бы, ничего не нужно, вот, торопиться и, значит, там, пытаться что-то выяснить не нужно тоже, потому что девушку это только настроить. Против вас, вот, можно и нужно позволить ей в некотором смысле прийти в себя, чтобы она успокоилась, вот, чтобы протрезвела, вот. И после уже поговорить, но поговорить, что, наверное, очень важно. Не о том, почему она, например, там, напилась. Или не о том, почему она была пьяна, а, допустим, немножечко о других вещах, да, например, что ее беспокоить, например, что ее волнует. И потом уже можно было бы, значит, осторожно у нее спросить насчет того, почему она занесла вас в черный список. Да, что, что, просто вот, осторожно так, поинтересно у нас. Редких движений никаких делать не нужно, потому что это девочку от вас только отдали. Обвинять девочку тоже не нужно, потому что это ее также от вас отдали. Это сделает ее, ну, еще дальше, вот, от вас она будет считать себя виноватой, она будет чувствовать, возможно, даже стыд. Я не думаю, что стыд это то хорошее, что как-то вот вкрепляет человеческие отношения. И то, что делает их более крепкими, более дружными и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот именно исходить вам нужно из этого, на мой взгляд. То есть, вот именно из такого, может быть, демократичного, либерального, идеального взгляда на то, что произошло. Вот. Если вы, конечно, своей девочкой дорожите, если вы, ну, не хотите ее потерять. Вот. Такая вот история, значит, так я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Таким образом, я могу ответить на ваш вопрос вам. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете, конечно же, задать мне их в личку. Вот. Тут не мешало бы с вами поработать, тут не мешало бы с вами поисследовать вот ситуацию. То есть, почему вы так отреагировали, почему вы пытались до нее все равно догониться, несмотря на то, что она явно общаться с вами не хотела. Вот. Ну и за основу, конечно, можно взять тот факт, что человек, если все хорошо, если все хорошо, то спить, как бы спить человек, конечно, не будет. Или, по крайней мере, даже если и выпьет, да, то не будет, ну, скидать в черный список, да, и вот все такое. Вот. Этого всего, конечно, не будет. Вот. А если это случилось, если это произошло, ну, значит, у вас есть какие-то проблемы, очевидно. Вот. И так случилось, ну, почему-то, почему-то так случилось, что данные проблемы вы пытаетесь как-то вот, видимо, замять. Вот. Вот. Как-то вы пытаетесь данные проблемы сделать невидимыми. Вот. Но, по-видимому, на девочку они влияют, вот, и влияют сильнее, чем, 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 чем вы, например, могли себе предполагать, вот, здесь, если, опять же, вы хотите сохранить свои отношения с ней, нужно собрать свою волю в кулак, вот, и, соответственно, начать исследовать этот момент, вот. Ну, потому что, потому что в противном случае вы рискуете свою девочку потерять. Это правда. Это правда. Это правда. Вот, в принципе, так, я могу ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что мой ответ вам помог немножко хотя бы разобраться с этой ситуацией, которая произошла. Вот. А, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, как я уже сказал, обращайтесь за детальным анализом к любому из понравивших вам специалистов на ресурсе, мы будем рады вам помочь. Если вы остались довольны, то я буду рад. Но я не думаю, что этого ответа достаточно для решения проблемы. Спасибо вам, самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.